Я стояла в очереди за китайцем. Мое сиденье дома. Это с открытой сумкой. Подозрительный тип. Напишите, кстати, кто не любитель сидеть дома. Пишите свое мнение. Я уже пришла домой. А вот так лежу, болею. Голос ко мне не вернулся. Кстати, я стояла в очереди за китайцем. Как вы думаете, ребята, это опасно или нет? Вот прям такая у меня каша. Умылась. Потом сделала скраб. Потом мицеллярка еще была. Вот, смотрите, вследствие у меня такие вот какие-то притчики, покраснения. Но они у меня уже давненько, я бы сказала. Вот, ничего такого аллергического я сейчас не кушаю. Так что напишите, опасно это вообще или нет. Кстати, доктор мне сказал, что у нас нет или вакцины, или вообще каких-либо средств для определения, это коронавирус или нет. Так что непонятно. Я показывала, как тут мое сиденье дома. Я сбегала по делам, поснимала вам видео. У нас сегодня штормовое предупреждение. Потом я смотрела футбол. Две команды играли в Белеге, в Турции. Там играл Данинский шахтер и команда из Дании. Счеты 2-2. В первом тайме шахтер проигрывал. Потом я готовила запеканку. Кстати, очень вкусная запеканка. Мне прям очень понравилась. Причем рецепт там без муки и без манки. Разве что крахмал там. Кстати, снимала все это с открытой сумкой. Что самое интересное, меня обогнали какие-то два подозрительные типа, скажем так. И их не заинтересовала моя сумка, потому что был такой дождик, прям вот очень-очень сильный. Ребята, вы спрашиваете, как у меня так быстро получается худеть. Я не знаю, у меня всегда так было. Я очень быстро худею и очень быстро ползею. Поэтому не знаю, как так получается. Показываю вам свою еду. Вы спрашиваете, что я кушаю, как у меня так получается. Смотрите. Утром я выпила банановый смузи. С молочком он был и с сахаром тоже. А сейчас я буду кушать вот такой бутерброд. Тут тоже масло. Потом сыр фета. И лук, который я выращиваю на балконе. Кстати, вот урожай. Буду держать вас в курсе, что я такого кушаю, чтобы худеть. А тут еще вот начала мыть овощи для того, чтобы их сварить. И буду готовить винегрет. Я думаю, вечером самое то покушать винегрета. Напишите, мойте ли вы овощи перед тем, как варить. Потому что, если вы их не помоете, у вас потом будет очень грязная кастрюлька. И будет она плохо оттираться. Ребята, что по итогу? Я, значит, сварила картофелину. И решила просто съесть в мундирах. Потому что что-то плохо мне стало. И я решила, что винегрет потом, в следующий раз, завтра. Тут у меня одна картофелина. Я ее посолила. Полила растительным маслом. В принципе, полезно. В принципе, не вредно. И вроде как сытно. Как худение. Я думаю, что это можно есть. Пишите свое мнение. Что, снимаю вам свой ужин. Хотя я даже не знаю. Может быть, еще борща поем. В общем, это картошка. Там часть жареная. Часть отваренная. В мундирах. Перемешала я это все. Также там есть травы. Кабачки. Замороженные из морозилки. И вот это вот с правой стороны. Это горюк зеленый. Тоже замороженный из морозилки. Он был свежий. Я его заморозила. При этом аппетита. Посмотрим, что у нас там будет на завтрак. Подвес либо привес. По этой картошке. Ну, посмотрим. Хочется на работу. Напишите, кстати, кто не любитель сидеть дома.